итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас вторник 4 апреля давайте посмотрим на график евро фунта и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что как евро так и британский фунт довольно значительно укрепились по отношению к американскому доллару по большому счету связывать рост рисковых активов с какими-то фундальными фундаментальными событиями не приходится так как у нас вчера выходили данные по производственной активности в странах еврозоны в великобритании и практически везде за исключением германии активность продолжила сокращаться осталось ниже 50 пунктов и казалось бы это чем не повод для продажи евро и британского фунта но как мы видим никакой вообще реакции не было на эти новости и евро и фунт как укрепляли позиции так и продолжили свой рост уже во второй половине дня после того как вышли слабые данные по от ism по производственной активности сша там также она продолжила сокращаться а это все указывает на то что рецессия которые так много говорят скорее всего наступит ну и если так посмотреть то расходы наличные потребления которые выше у нас в сша в прошлую пятницу просигнализировали более-менее активном снижении инфляции в сша а вот данные по еврозоне наоборот засвидетельствовали рост базовых цен и скорее всего это говорит о том что у федеральной резервной системы может быть и есть какая-то лазейка чтобы взаимодействовать на процентную ставку а вот европейскому центральному банку только остается что дальше ее повышать и все это сохраняет риск спрос на рисковые активы и собственно помогать евро британскому фунту не восстановиться что касается сегодняшнего дня давайте посмотрим в экономический календарь что в первой половине дня ничего интересного нету сайда торгового баланса германии речь представители банка англии ну и в целом по еврозоне и великобритании ничего больше нету по сша у нас выходит объем промышленных заказов посмотрим какие здесь будут данные ну и выступают у нас представители федеральной резервной системы скорее всего не сильно будет не сильно изменится риторика по сравнению с тем что грилл нас паул поэтому рассчитывать на то что американский доллар себе моментально вернет позиции которую вчера утратил довольно проблематично единственный момент это будет заключаться в технической картине давайте на которую обратим внимание видим что часовой график евро доллара до вчера был у нас компенсационный рост прошлой пятницы и сегодня конечно же быки будут сражаться за ближайшую поддержку это 08 81 они формирование сложного пробоя хороший сигнал на покупку в расчете на выход за мартовские максимумы за прорыв 0 927 т сверху вниз этого диапазона открывает дорогу на 0 975 и 10 02 где продаю сразу на отскок с коррекции в 25 30 пунктов продажи 0 927 мартовский максимум это уже будет читайте четвертый тест по счету этого диапазона если и он опять выстоит то медведей появится шанс на выстраивание более крупной нисходящей коррекции ложный пробой 0 927 продажи ну и целью как вы видите будет 0 8 81 закрепление ниже этого диапазона тест снизу вверх приведет к распродаже уже на 0 8 33 и 0 7 92 не удивляйтесь если сегодня мы увидим ровно такое же падение без остановки как вчерашний рост покупки от 0 8 33 на ложный пробой или на отскок от 0 7 92 если на 9 27 никого нету то еще раз повторюсь продажи только на ложный пробой 0 975 либо 10 02 что касается британского фунта здесь мы уже добрались до мартовских максимумов да было небольшое обновление этого диапазона но пока ничего конкретного есть у нас ближайшие сопротивление 24 43 на него медведи будут рассчитывать здесь ложный пробой сигнал на продажу ну и нужно возвращать 23 87 если активности быков не будет на этом диапазоне закрепление ближе ко второй половине дня тест снизу вверх приведет сигналу на продажу и движению фунта уже на 23 35 и 22 75 где покупаю сразу на отскок покупки от 23 87 на 23 35 на ложном пробое ну и целью будет 24 43 если мы закрепляемся выше этого диапазона то открывается нам прямая дорога 2505 и 25 52 где буду продавать на отскок с движением в 30 35 всем удачи